Мы хотим хорошую жизнь, мы хотим качественную жизнь. Но этому не учат в школах, в университетах, нас этому не учат родители. Что такое успех? Для каждого из вас это что-то свое. Для моей жены это было иметь определенный уровень дохода, хороший дом и иметь время для семьи. Вот и все. И не больше. Поэтому не смотрите на то, что есть у других людей, но определите, что по-настоящему важно для вас. Или для ваших детей, или мужа, или семьи. Для меня лично, я знаю одну вещь. Мы все рано или поздно умрем. Вы в курсе? Надо же. Я не знаю, сколько сейчас вашей матери или вашему отцу, если они еще с вами, еще не умерли. Рано или поздно они умрут. И покуда они с вами, я надеюсь, вы цените их. Я надеюсь, что вы уделяете им время. Это очень важно. Потому что для каждого из нас придет то время, когда они уйдут от нас. И в этом году это произошло с моей мамой. Мы знали, что она умрет, но мы не знали, когда. И иногда это облегчение, то, что человек может уйти из этого мира. Последние шесть месяцев она не хотела уже больше жить. Но знаете, как хорошо, когда у тебя есть успешный, построенный бизнес? Потому что ей нужно было, чтобы 24 часа в сутки кто-то находился рядом с ней. Она могла оставаться все это время у себя дома. Как здорово было иметь эту возможность проводить время дни и дни рядом с ней. И мы часто говорим эту фразу, построи этот бизнес до того, как он тебе понадобится. Так что я надеюсь, что вы в курсе, что вас впереди ждут вызовы. И моя мама всегда верила в меня. Потому что я был очень неуверенным человеком. Потому что мой отец был очень таким крепким холериком. Успешным человеком. Такое, как большое дерево. Я вот сейчас обращаюсь к каждому из холериков в зале. Вы вот такое большое крепкое дерево. Вы отбрасываете много тени вокруг себя. Потому что вы слишком большой. Слишком сильный. А здесь, вот там внизу под деревом был я. Я был не такой, как мой отец. Он всегда хотел сделать из меня мужчину. Для него вот... Дело было не вот в этом движении Майкла Джексона, что такое мужчина. Мужчина это такой борец, боксер. А я не боксер. Я ни с кем не хотел драться. Я хочу обнять тебя, папа. Он этого не понимал. Он раньше служил в армии. И я был не таким сыном, какого он хотел. К счастью, была моя мама, которая постаралась понять, кто я такой. И то же самое в лидерстве. Если вы слишком сильный, никто не может вырасти в вашей тени. Вот почему иногда лучше, когда ваша верхняя линия далеко находится от вас. Вы можете расти. Так что, когда моя мама умерла, я очень грустил. И кроме этого, я понимал, что это был самый лучший путь для нее. Если у кого-то из присутствующих было такое, что умирали близкие родственники, мне печально об этом слышать. Но жизнь продолжается. Верно? Что важно, я хочу сказать. Что сейчас люди думают о ней? О чем будут говорить люди после вашего ухода? Вы жили успешной жизнью? У вас была хорошая семья? У вас было все хорошо в бизнесе? Были ли вы примером для других людей? Вы платили много налогов своему государству? Если никто не будет платить налоги, то не будет школ, университетов, больниц. Так что, моя цель – это стать самым лучшим человеком, самой лучшей личностью, какой я могу стать. И это трудно. Это займет всю мою жизнь. Но каждый день я стараюсь стать немного лучше. И это то путешествие, та дорога, о которой мы говорим. Я хочу стать лучшим мужем, чем я есть. Лучшим отцом, чем я есть. Лучшим лидером, чем я есть. И это те вещи, которым мы пытаемся научить вас, чтобы вы в итоге могли жить счастливой жизнью. Так что, пожалуйста, я вот сейчас скажу такую фразу, которая очень сложная, и многие ее не поймут, и многим она не понравится. Но мне не нужно, чтобы я вам нравился. Ну, то есть, мне нравится, если я вам нравлюсь. Но это не моя главная цель. Но это не мои слова. Но звучит это так. Если вы не счастливы сейчас, вы никогда не будете счастливы. Да за это ударить можно. Кто-то сейчас злится. У вас только что были какие-то личные проблемы. Проблемы со здоровьем. С финансами. Это же проблемы были. Большие проблемы. А этот умник из Австрии приехал тут и говорит мне, что это не проблема, и я должен быть счастлив. Да. Проблема не там, где вам кажется. Правда? Если фокусироваться на проблеме, она станет только больше. Во всем в жизни должен быть баланс. Поэтому нужно сфокусироваться на других вещах. В этом свобода человеческого существа. Привычка, которую я выработал годы назад. И я до сих пор это делаю, потому что это привычка. Каждый день я записываю, за что я благодарен. Каждый день. Я начал с того, что стал записывать. Что хорошего произошло сегодня, за что я благодарен. Сейчас мне уже не нужно это записывать. Каждый день. Каждый день. Рождество, Новый год, выходные. Каждый день я это делаю. Перед тем, как ложиться спать. Я закрываю глаза и прокручиваю перед собой все хорошее, что произошло за сегодня. Каждый день. Утром я это делаю. Каждый день. До того, как встать. Я думаю, что я благодарен за это, за это и за это. Я счастливый человек и я благодарный человек? На сто процентов. И того же я желаю вам. Счастье это ваше решение. И оно не имеет ничего общего с обстоятельствами. Если бы это всегда зависело от обстоятельств, у вас никогда не было бы этого мирного состояния внутри. Если вы очень активны в бизнесе, люди говорят вам «да», вы счастливы. Люди выходят из бизнеса, «вы несчастливы». Люди говорят «да», но они не покупают товары. И каждый день вы проходите через эти взлеты и падения, взлеты и падения. Вы становитесь к заядлым курильщикам. Знаете, водку на завтрак. Потому что стресс постоянный. Нужно выработать это мирное состояние внутри себя. Да, люди будут говорить мне «да», будут говорить «нет», но это не повлияет на мое умиротворение. Кто-то будет строить бизнес, кто-то будет выходить из бизнеса. Поймите эти принципы. Ответ заключен в вас, а не где-то вокруг вас. Посмотрите вокруг себя, сколько людей борются со стрессом. Но людям приятно находиться рядом с такими людьми, которые излучают это умиротворение. У вас внутри есть все, что нужно. Итак, я здесь сегодня с вами. Потому что я к настоящему моменту уже 30 с лишним лет строю бизнес. Я хочу прояснить один очень важный момент. Наша младшая дочь Нина. Ей сейчас 22. И она как раз начала бизнес. Нас она не слушала. Мы всегда говорили детям «подождите пока». Наслаждайтесь своей молодостью. «Съездите в другую страну. Найдите работу». И вот ей было 22, и мы говорили ей, ну подожди, лет до 30 хотя бы. И как-то она приходит домой. «Папа! Ты меня должен подключить сейчас!» Я говорю, а с чего это? «Слушай, у меня вот эту подругу подключили, и вот этого друга подключил кто-то». Мы с Евой посмотрели друг на друга. «О, Господи, опять надо это начинать». Как работает этот товар? Почему он так много стоит? Что отвечать людям вот на это и на это? Мы пытались сказать Нине, чтобы она подождала. Нас подождала. Ну, она холерик. Она сказала, нет, мне надо, чтобы меня подключили сейчас. Мы сказали, хорошо. Это нормально? Тебе подойдет? Есть книги, есть диски, есть встречи, есть компания. «Да-да-да, я просто хочу начать». Ну, ладно. Она очень хорошо начала подключать людей, запускать их. Но большинство из них очень молодые люди. У них нет денег. Они хотят проводить время на вечеринках. Не вот строить бизнес. Поэтому у нее очень много подключенных людей, но не прошедших запуск в бизнесе. И вот она возвращается к нам с вопросом. «Папа, а ты мне вот не сказал, что это пирамида». Ух ты, ну ладно. И вот урок, который мне пришлось усвоить, надеюсь, вам тоже уже вы успели усвоить. А теперь, помните, когда кто-то задает вам какой-то вопрос, любой вопрос, какой самый лучший ответ? Yes. Соглашаться? Холерики вообще слушают сейчас? Вы согласны? Согласен. А второе? Нужно задать вопрос в ответ. Не надо защищать компанию Amway. Не надо защищать систему Network 21, линию спонсорской поддержки. Спросите сначала, а что ты имеешь в виду? И тут выясняется, что они понятия не имеют. По поводу товаров, защиты окружающей среды, они понятия не имеют ни о чем. Они слышали что-то от кого-то, кто тоже что-то слышал. Знаете, нельзя попасть в просаг, если ты просто задаешь вопрос в ответ. Поэтому что стоит сделать? Написать на кусочке бумаги. Нарисовать там рот. Хватит говорить. Или можно нарисовать два уха вместо этого. Достаточно. Всякий раз, когда вы общаетесь с кандидатом, с людьми с нижней линией, вот листочек бумаги, сделайте это. Думаете, это смешно? Это очень серьезно. Это изменит всю вашу жизнь. Мне здесь для себя нужно записать комплименты. Я всегда об этом забываю. Я всегда вижу, что не так. Что можно улучшить. Мне для себя нужно писать это слово комплименты. И посмотреть на то, что у людей хорошо получается. Так, возвращаемся к проблемам Нины. Итак, пирамида. Я говорю, ну я согласен. У нас в семье тоже так. Вот мама. Вот вы с Надин. А вот я. То же самое на работе. Вот начальник. Вот менеджер среднего звена. А вот работники. То же самое в школе. Здесь министр образования. Здесь какие-то региональные территориальные образования. Учителя. Все это нелегально. Пирамида. Вот представьте, что работник становится начальником. Вы много знаете обычных работников, которые стали начальником начальников своих? Я таких особо не знаю. Я не знаю много учителей, которые стали бы министрами образования. Но я знаю, что в нашем бизнесе Да, здесь есть спонсор. Верхняя линия. Но если провести нужную работу, можно обогнать кого угодно. Можно зарабатывать больше денег, чем ваша верхняя линия. Так что не надо жаловаться, что вы зарабатываете мало денег. Будьте осторожны. Это очень глупый вопрос. Что вам нужно делать? Больше работать. И вы сможете обогнать кого угодно. Поэтому стоит молиться о том, чтобы были люди умнее вас, сильнее вас, моложе вас, лучше вас выглядящие. Кто хочет, чтобы так было? Правда? Я вот как-то не очень уверен. Я тоже так думал. Но потом меня начали обгонять. Этот Маутанов. Демкура. Харатин. Я уже не так уверен. Они моложе меня? Они, может, выглядят лучше, чем я? Нет, я тоже хорошо выгляжу. Они что, умнее меня? Они используют Amway и Network 21. Я регулярно слежу за этим. Как верхняя линия. Тормозит нижнюю линию, которые умнее, быстрее, лучше делают, чем они. Это все называется эго. Следите за своим эго. Спрячьте свое эго в карман. Я знаю, что вы должны быть на сцене. Вы должны быть на сцене. Это пример. Я знаю, что вы должны быть на сцене. Вам нужно быть на сцене, чтобы быть примером. Но что лучше, чем вы на сцене, когда ваша нижняя линия стоит на сцене? Вы согласны? Так что давайте смотреть на викинг-семинары. Да, вы лидер клуба, вы должны быть на сцене. Но если вы поможете своей нижней линией выйти на сцену, вы тоже будете на сцене. И я думаю, самая важная вещь – это расставить приоритеты. Я пропустил очень много телетрансляций Олимпийских игр. Мне друзья говорят, ты как мог пропустить церемонию открытия? Нормально. Я могу посмотреть это на следующий день, в следующем месяце, через год. Я пропустил очень много гонок Формулы-1. Я пропустил чемпионат мира по футболу. У меня были другие приоритеты. А вы знаете, какие приоритеты у вас? Иногда некоторым вещам вам нужно говорить «нет». Помните, как Нэнси всегда говорила, «Построй бизнес до того, как он тебе понадобится». Столько вещей лежит за пределами нашей зоны комфорта. Сейчас я хочу показать вам Австрию. Это вот перед нашим домом. Если не падает естественный снег, мы его делаем искусственным. У нас есть вода, машины для этого. Все, что нам нужно, чтобы было минус 4 градуса и ниже. И можно устроить себе снег на весь день и на всю ночь. Но если недостаточно холодно, ничего не получится. Это вот тоже перед нашим домом. Вот подъемник. Видите, как эти снежные машины стоят такие «я готова, я готова». Но температура недостаточно низкая. Каждый год в 50 миллионов тратится на создание искусственного снега. Долларов. А при этом может так быть, что просто температуры недостаточно. И люди в ресторанах нанимают сотрудников, но к ним не приходят гости, потому что никто не катается. И постояльцев в отелях нет. А кредиты надо отдавать. Спортивные магазины. Заполнены спортинвентарем. Но никто не может это покупать, потому что негде кататься на лыжах. Вот это проблема? Это проблема. И это наш потенциал. У стольких видов бизнеса нет никаких шансов, когда что-то происходит в окружающей среде вокруг них. Но для нас... Я прихожу в ресторан, люди меня спрашивают, как у тебя бизнес? Я спрашиваю, в смысле? Какой бизнес? Ну, твой бизнес. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Да. Продаешь? Ну, это там мыло, стиральный порошок. Как это? Хороший бизнес? Да. И они начинают понимать, что у нас товары повседневного потребления. Неважно, падает снег, не падает, светит солнце, не светит. И у нас много возможностей в этом году в Австрии, потому что проблемы со снегом. Это вид в другую сторону от нашего дома. Вот всего несколько дней назад. Высокий сезон, между прочим. Но неправильная температура. Не смотрите на то, как сейчас выглядит ваш бизнес. Потому что иначе можно, правда, с собой покончить. Вообще, все может очень быстро измениться. Вы не знаете, кто ваш следующий кандидат. Вы не знаете, кого вы встретите на домашней встрече. Но от вас зависит, будете ли вы ожидать успеха. От вас зависит, то ожидаете ли вы, что люди будут присоединяться и строить бизнес. Это в зоне вашего контроля. Вот это не в зоне нашего контроля. Это европейский журнал, посвященный бизнесу. У нас сейчас проблемы с пожилым поколением. Проблемы с пенсионными фондами. В ближайшие 5, 10, 20 лет людям придется работать дольше, а получать меньше. Потому что сейчас такая ситуация, что слишком много пожилых людей и недостаточно молодых, активных в экономике. Больше вот такой вот пузатой мелочи. Вот этой молодежи, которому еще только веселиться, целоваться. Большие проблемы. Рынок акций. Фондовый рынок. Очень сложно все на нем. Там сейчас идет реально азартные игры. Не надо выходить на фондовый рынок, если ты не готов все потерять. Если у тебя в Европе есть лишние деньги, и вы идете в банк, и спрашиваете, а под какие проценты я могу положить? Как думаете, сколько процентов? Один. от плюс одного до минус одного. Отправляешься в швейцарский банк и говоришь, у меня есть деньги. Я хочу их сохранить, потому что швейцарский франк очень устойчивая валюта. Какие проценты вы мне предложите? Они говорят, нет, 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 нет. Вы нам будете платить за то, что ваши деньги будут у нас лежать. Ну надо же. А в каких-то других валютах можно получить ставку 5 или 10 процентов. Но будьте осторожны. Вы получаете эти 10 процентов, но возможно вы при этом теряете все. потому что банк может лопнуть. Деньги больше не приносят денег сами по себе. Были такие времена, когда деньги сами по себе приносили деньги. Но не сейчас. Поэтому все в Европе, у кого сейчас на 1 или на 2 процента поднимают зарплату, они при этом продолжают терять деньги каждый месяц. Потому что общая инфляция выше, чем та прибавка, которую они получают. Очень умный путь в избранное правительство. И я никак не могу на это повлиять, правда? Я вижу, как мои братья про это говорят, 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 говорят. А в толку-то? Правда? Говоришь с людьми, они рассказывают, что им не нравится в политике. Что они бы сделали, будь они на месте президента или премьер-министра. У нас в Австрии 8 миллионов потенциальных тренеров национальной команды по футболу. А сколько в России таких перспективных национальных тренеров? 140 миллионов? Все же знают лучше. Когда смотришь на их жизнь, там жизни-то никакой нет. Но они очень умно умеют обо всем говорить. Так что, пожалуйста, будьте благодарны за то, что у вас есть. Никогда не знаешь, когда это тебе пригодится. Взгляните на это фото. Успешные изумруды-основатели. Он уже многие годы хочет стать бриллиантом. Каждый год он говорит, в этом году я стану бриллиантом, в этом году я стану бриллиантом. И всегда оказываются какие-то другие приоритеты. Шесть месяцев назад его жена умерла. От рака. И сейчас он остался один. С двумя маленькими детьми. Как вы думаете, сейчас ему легче стать бриллиантом? Или сложнее? Ему нужно работать только для того, чтобы реквалифицироваться, как и всем нам. А сейчас у него двое замечательных детей. К счастью, у него замечательные дедушки и бабушки. У кого из вас уже есть внуки? Отлично. Наслаждайтесь тем, что они у вас есть. Очень часто, когда мы родители, у нас не хватает времени для своих детей. и теперь у нас двое еще дополнительных детей в нашей семье, которым нужна будет наша любовь, наше время, наши деньги. Используйте то время, что у вас есть. Не надо ждать. Не надо ждать. И здесь вы знаете, что вам нужно делать? Ключевой. Каждый может сделать квалификацию ключевого. Вам не нужно уходить с работы для этого. Можно ходить на работу и делать это. Я не говорю о 15 или 30 планах в месяц. Просто включите эту концепцию в свою жизнь. Вот и все. Это не что-то, что выведет вашу жизнь из баланса. Мы все это делали. Не бросайте свою работу слишком рано. Радуйтесь, что у вас есть ваше место работы. Вы там можете встречать новых людей. у вас меньше времени остается на бизнес. И это хорошо. Это позитивный момент. Вы это слышали? Меньше времени на бизнес это хорошо. Потому что вы больше используете систему. Вы больше используете диски и ваши люди могут получать информацию и мотивацию с них. С дисков или с канала 21. Вы можете использовать групповые встречи, открытые, BBS. Если есть группа удаленная от вас географически, покажите им, как это работает. Познакомьте их с хостом открытого плана, с организатором BBS и пусть они пользуются системой. И если у вас мало времени, тогда вы работаете с нужными людьми. Но если у вас слишком много времени, вы с самыми лучшими намерениями начнете работать с людьми, оказывать на них слишком сильное давление и выталкивать их из бизнеса. Дайте людям то, чего они хотят, а не то, что вам нужно. Понимаете? То, что нужно им, а не вам. я делал те же самые ошибки. Я спонсировал людей, я думал, я подключил нужных. Может быть, они и нужные, но не сейчас. Может, через полгода, может, через два года, может, через пять. Будьте терпеливы с людьми. Любите их, уважайте их. Но продолжайте двигаться. Никогда не прекращайте спонсировать. Никогда. Моя мечта я никогда не мечтал о том, чтобы перестать работать. Никогда. Я хочу работать до самой смерти. Потому что в том, что я делаю, я нашел то, что я люблю, и мне нравится менять мир для людей вокруг меня. Для меня никогда не стоял вопрос, когда я перестану работать. Я всегда буду работать. Но знаете, в чем заключена свобода в этом бизнесе? Когда вы можете решать, когда вам работать. Вы согласны? Особенно для женщин. Если заболели дети. если каникулы в школе, когда ваш муж может взять отпуск, вы можете гибко к этому подойти. какой подарок? Какой подарок? Знаете, дома, когда у нас празднуем Рождество или Новый Год, или устраиваем теннисные соревнования для родственников, мы все собираемся вместе. и я слушаю, о чем они говорят. 99% из родственников не в бизнесе. Они вначале не покупали товары, были негативны. Они заставляли нас чувствовать вину в том, что мы не тратим достаточно времени, не проводим его с родителями, со своими детьми, с ними. С вами тоже такое бывало? Это нормально. И когда мы собираемся вместе, и я слышу, как мой молодой двоюродный брат говорит, у меня отличные новости. Я открыл новый ресторан. Ух ты! Поздравляю! Какой ты смелый человек. Нам нужно больше предпринимателей. Прекрасно! А я думаю, для этого нужно было взять кредит в банке. Ближайшие пять лет у него ни на что и ни на кого не будет времени. Ему нужно нанимать людей. И можно только надеяться, что лет через пять этот бизнес начнет выживать. А если нет, то он... Его ждет банкротство, и он потеряет всю репутацию. Если бы Нина встала там и сказала, мне 22 года, у меня отличная работа, я люблю свою работу, и кроме своей работы я начинаю свой собственный бизнес Amway. Нина, как ты можешь? Чувствуете разницу? Это мои родственники, у вас такие родственники. И их не изменишь. Расслабьтесь. Вы знаете, что у вас есть, и я знаю, что есть у меня. И я сейчас работаю здесь, в Москве. И я хотел приехать сюда и работать здесь. У меня сегодня три выступления. И в перерывах я встречаюсь с людьми. И когда закончатся семинары, я тоже буду встречаться с группой. Так что сегодня у меня 10-часовой рабочий день. Не надо меня жалеть, я это добровольно делаю. Завтра я снова буду работать. Но в понедельник у меня будет воскресенье. И во вторник у меня тоже будет воскресенье. В этом свобода. У вас есть выбор работать тогда, когда вы хотите. У вас есть выбор, с кем вы хотите работать. Вот что делает таким уникальным этот бизнес. Сочетание компании Amway и системы Network 21. И помните, что важно для нас всех. Очень часто мы работаем, когда другие люди отдыхают. Но жизнь — это длинная штука. И это то, чего мы всегда хотели. Мы хотели кататься на лыжах тогда, когда никто другой не может кататься. Потому что они идут на работу. Я хочу кататься на лыжах, когда солнце светит. И не потому, чтобы сейчас меня отпустили в отпуск. Самое главное, что я хочу сказать, счастье — это ваше решение. Это зависит от вас. Спасибо.